Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы и вернулись к нам в Ауру, в Одессу, в центральный зал галерейный, откуда мы ведем сегодня репортаж, посвященный белой розе. Но, конечно же, белая роза не одна, она во множестве своих подруг и друзей. Ведь этот цветок такой символичный, такой прекрасный, который не оставляет равнодушным никого. И вот мы сегодня, давайте так обозначим, что мы начинаем наш учебный год. Давайте мы его посвятим современному искусству. И современному интерьеру. Мы с вами уже говорили, что люди живут в своих домах и делают внутреннее убранство, внутреннее состояние материалов, которые им хочется видеть каждый день и находиться в нем. Но мы с вами пойдем дальше. Хочется узнать, какие картины все-таки сядут не только в интерьер, не только для глаза человека, но и для его духа, для его внутреннего состояния, некой благодати. Поэтому мы решили начать сегодня от высокого прекрасного цветка белая роза. Символ которой мы сделаем на такой вот небольшой территории холста. Но все-таки мы позаботимся о том, чтобы эта картина, допустим, на беленых досках хорошо смотрелась. Или на пошкрябанной штукатурке хорошо смотрелась. Но на красном кирпиче не будем. Все-таки мы светлый интерьер берем сейчас к себе в раму. Рама – это интерьер, это рама для нашей картины. У нас с вами были уже белые розы, но они были просто реалистически написаны. Вот они, три белых розы. У нас было много букетов роз, которые мы опирались на реализм этого цветка. Сегодня хочется все-таки его, извиняюсь за выражение, начнем говорить по-медицински, препарировать и понять, так же, как понял великий Михаил Группель, стилизацию этого цветка, спиралевидность его и математическое построение вот этих вот лепестков, которые друг друга поддерживая уходят в спираль такого какого-то небывалого фантазийного пространства. И вот посмотрите, кто еще хорошо, вот Фонтен, да, с розами дружил, да, француз этот, вот он тоже как бы, ну опять же, реализм, красивый реализм. А мы сегодня хотим немножечко реализм подзачеркнуть в сторону конструкции, математики и в сторону все-таки совпадения живописи с вот таким вот лофтовым пространством, немножко хулиганским. Давайте математическая такая хулиганская живопись будет. Это очень интересно нам сегодня такое сделать, поэтому давайте сделаем предварительное такое действие. возьмите карандашик, я уже для наших студентов это сделала, которые рядом со мной, а вы возьмите, вот так чуть-чуть обозначьте такое паспорту, да, вот допустим, вот здесь будет роза, да, наша, у каждого своя, у нас сегодня три розы позируют, да, вот здесь роза, а здесь будет паспорту для нее. И, конечно же, вот, желатинчик, да, немножко расплавьте в воде и сделайте очень тонкие вот такие мазочки желатинчиком, чтобы они побыстрее высохли, пока мы с вами разговариваем, да, чтобы они сцепились. Вот, наши уже вон они сцепляются, а для вас я показываю. Вот, они такие вот совсем легенькие мазочки. Вы же понимаете, что то, что цепляет желатин, там краска не сядет. И у нас уже здесь будет свое паспорту, свой паспорту для розы. И вот на территорию листьев немного дайте вот так. И все, положите вот так на какое-то время, ну, на какое, я думаю, что минут 7-10 будет нормально. Сильно нельзя, чтобы сильно засохло, потому что краска все-таки должна работать не с холодцом, таким, знаете, твердым, а все-таки с немножко не засохшей территорией. Все-таки как с водой краска должна работать. Вот так вот положите, пусть она сохнет, а сами мы начнем дальше с вами разговаривать. Вот посмотрите, кто такая роза. Давайте мы с вами, вот, да. Роза все-таки, вы сейчас пока сохнет это все, Будьте со мной, потому что, если вы научитесь рисовать розу, вы будете всегда на коне, так скажем, да. И вот давайте подумаем. Я специально сегодня искала, Анечка, ты себе тоже возьми какую-то розу, прямо с этой штучкой, да. Пусть рядом с тобой будет. Рассматриваем ее. Вот она стоит рядом с нами. И вот смотрите, я специально искала плоскую розу, которая напоминает кастрюльку, да. Даже не чашку, даже не стакан, даже не рюмку, а кастрюльку. Мы все знаем, да, что такое кастрюлька. Это плоский цилиндр без крышки. Но самое интересное и самые большие нервы начинаются у студентов, ну и у художников, когда они начинают рисовать вот это вот спиралевидное втыкание листьев. Но выход оттуда нашел Михаил Грубель, когда он сделал графику, а акварель это графика, такой плоской розы в стакане. Помните, мы всегда вам с Володей говорили, чтобы вы сделали копию этой работы. Но, знаете, сделать копию можно просто срисовать, да. А все-таки я бы хотела, чтобы вы любую розу, которую вам дарят, которая идет на усыхание, разобрали. Разберите розу, пересчитайте, сколько у нее лепестков, и возьмите на вооружение, как они прикреплены друг к другу, как они вставлены друг в друга. Мы обязательно должны знать анатомию цветка, так скажем. Если мы будем рисовать поверхностную форму, то, что мы всегда и делали, да, когда держались за реализм, ну и зрители тоже будут видеть только поверхностную форму. Ну, посмотрите, Врубин, что сделал. Он ее препарировал так, что мы знаем каждый лепесток, где прикреплен к месту сборки. Вот она, место сборки, да. Посмотрите, вот он. Зеленый вот этот вот, будем называть ее рубашка, да, вот эти вот остренькие, да. Эта рубашка из места сборки, там, где роза была сначала просто, да, вот таким вот, ну, как вам сказать, остреньким таким острием, а потом потихонечку начинала распускаться и превращалась в кастрюльку такую. И посмотрите, как он ее, эти лепестки загружил в спиралевитной, уходящей, такой рубленной территории движения. Если вы помните, у него была раковина, такая жемчужная раковина, ему когда-то подарили, такая просто морская раковина, и она тоже была как бы слоями сделана, он всегда эту раковину рисовал, сначала использовал ее как пепельницу, а потом он ее рисовал, потому что она, ему подсказывала цветовые, вот такие вот многообразные решения. И он туда запускал в эту раковину, даже вот этих своих нимф там, или русалок, и они тоже как бы кружились в состоянии уходящего вовнутрь спирального движения. И посмотрите, что он сделал, гениально сделал. Каждая роза, если вы ее тронете вот так вот, носиком, щечкой, ротиком, вы поймете, что мы дотрагиваемся до язычка. Сейчас, секундочку, я вам сейчас покажу розу, да? Вот смотрите, вот роза, да, и мы дотрагиваемся до вот этой плоскости, там, где роза выворачивает свою форму, выворачивает вот так, в сторону света, она же хочет света получать туда, вовнутрь, чтобы распускаться, и вот эти вот вывернутые территорики Врубель превратил в самые обыкновенные прямоугольники. Поэтому, если мне сейчас кто-то даст лист большой, Лилечка, найди лист, а три любой, белый, дай мне. Я покажу вам формулу рисования розы. А пока смотрим у Врубеля. Значит, роза обязательно должна быть освещена с какой-то стороны. Да любой, вот этот давай лист, давай вот этот лист. Так, извините, но набросочки сейчас мы покажем. Вот я так поставлю. Смотрите, роза освещена должна быть обязательно, потому что это архитектурное строение. И давайте мы тоже, подобно Врубелю, осветим нашу розу слева. Я ее сейчас поставлю и буду ей, а ты тоже свою как-то поставь, чтобы она тебе, возьми стул или что-то и поставь себе, чтобы она тебе позировала на розу. А-а-а. Вот она, да? Конечно, она у нас сейчас не освещена, но мы будем придумывать освещение. И вот та роза, сейчас Паша вам ее сфотографирует, ставь себе, как тебе хочется, твою розу, да? Или хочешь, за мной иди. Смотрите, вот я вам показываю принцип, да? Вот она кастрюлька. Смотрите, вот она кастрюлька. Вот здесь внутри идет серединка кастрюльки, и там внутри есть соединение с черенком. Вот оно, соединение с черенком. Черенок – это цилиндр, да? И вот оттуда идут вот эти вот рубашечки. Они не вот отсюда идут, они там спрятаны под кастрюлькой вот эти рубашечки, да, в которых вначале был бутон. Помните? Больше трех рубашечек рисовать не стоит, да? И вверх мы их поднимать тоже не будем. Смотрите, сначала мы рисуем кастрюльку с вверх, слева, да, как у Врубеля будем делать. И смотрите, самый главный принцип. Вот свет, да, на кастрюльке. Вот два полутона. Я сначала вам просто стилизованно, да, рисую. Полутон к тени и полутон закругляющий. Это обычное освещение наше. И тень. Вот она, тень. Это обычное распространение светотени, да? А теперь внутри давайте. Внутри что идет? Вот здесь тень. Лиличка, мне еще один лист надо будет. Вот здесь полутон. И вот здесь свет. И вот здесь еще один полутончик. И вот блик и свет, вот они, да? Ну и, конечно, цилиндрик, да? По цилиндрику. Свет, полутон, тень, да? Иголки вставляются вот сюда. Очень важно, как иголочки вставлены. Они прямо, у наших здесь нету, но я примерно вам покажу, как вставляются иголки. Так? Это защита. Янская защита розы. А-3. Любую, любую вон из этих вот. Давай мне. Что там у нас? А ну покажи. Не, эту не надо. Дайте что-нибудь там. Так. Посмотри, белых нету там, белых листиков нету нигде. Должны быть белые. Смотрите, вот это обычное распространение светотений. Пусть оно у вас будет в голове. Обязательно. Так? А сейчас я вам покажу, что творится. О! Что творится с нашей розой вот здесь внутри кастрюльки. Да? Пусть вот это будет. Обычное распространение светотений. Вот здесь вот я ложу. Дальше. Пусть она такую же, да, я рисую. Кастрюлька. Вот она пошла. Да? Вон она там. Вот там она прикреплена. Да? Все. Рубашка. И вот она кастрюлька пошла. Помните, вот здесь тень. Так? И теперь давайте по-врубелевски будем действовать. Как сделать так, чтобы у нас эти... Давайте напишем одно слово. Или нарисуем это. Вот он. Смотрите. Это главный герой будет. Пишите слово. Прямоугольник. 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 Это главный герой математического заворачивания вот этой спирали этих листьев, которые друг друга поддерживая, уходят в середину. Вы понимаете? Это самая настоящая начертательная геометрия. Давайте начнем с полутона. Ну, допустим, вот здесь, да? Это серединка. Пусть будет. С полутона. И как будем действовать? Смотрите. Первый цветок внутри... Первый листик внутри, который показал нам язычок и превратился в прямоугольничек, будет вот здесь, в полутоне. Вот здесь вот самый яркий свет у нас будет, да? Вот здесь самая темная тень у нас будет. Пошли дальше. Нам надо обязательно второй лист заложить за первый. Значит, вот. Второй лист где-то на одну треть будет заложен за первый. Мы просто должны для начала сделать вот такие вот прямоугольнички, иначе у нас ничего не получится. Просто эмоционально розу вы не нарисуете. А если нарисуете, это может превратиться в любой другой цветок. Давайте дальше. Следующий спиралевидный уход. Тоньше чуть-чуть прямоугольничек и тоже на одну треть или на одну четвертую зашел, захлестнул второй. Дальше пошли. Они же вот так должны, да? Вот так выкладываться. Вот мы первый слой выкладываем. Потом еще тоньше. Еще тоньше прямоугольничек залез туда. И давайте вот еще один прямоугольничек совсем тоненький залез сюда. Ну, хотите, можно еще один. Самое главное, чтобы у вас не было в одном направлении. Мы все время градус, градус двигаем, меняем. Допустим, этот под таким градусом второй лист пошел чуть-чуть под другим градусом. Не сильно, да? Не сильно большой, большой угол. Маленький угол. Все время чуть-чуть меняем градус. Немножко совсем. Вот это пошел первый слой белых листьев, которые напиханы внутри этой кастрюльки. Следующий слой пошел. Вот это принцип построения розовых лепестков. Запомните раз и навсегда. Следующий слой пошел. Давайте. Шахматный порядок. Все знают? Шахматный порядок. Вот. Между этими двумя Вот этот первый слой, вы все поняли. Между этими двумя Видите, что делаем? Направление между ними. Второй под небольшим углом меньше. Третий прямоугольничек. Еще под небольшим углом меньше. И заходим на одну четвертую. Или на одну третью. Ну, лучше на одну четвертую вот этого прямоугольничка. Четвертый Ну, можно пятый там запустить. Они, конечно, уменьшаются, да? Уменьшаются. Ну, сколько можно таких цепей сделать? Не больше трех. Не больше трех. Потому что мы не имеем права делать такую сильную геометризацию. Ну, давайте я вам уже покажу следующий. Помните геометризацию шахматного, да? Порядка. Опять между двумя. Сначала первый выставляем. И, конечно, он тоньше будет. Еще тоньше. На одну четвертую зашел. Еще заворачиваем тоньше. И последний. О! Смотрите. Самое главное. Не должно быть сильно параллельности. Ни один из лепестков вывернутых. Вы же понимаете, что это вывернутый лепесток наружу, да? Выснул язычок, превратился в прямоугольник, да? И вот мы рубим розу, да? Тогда она только будет архитектурным строением. И тогда люди поверят, что это роза, да? Дальше. Если мы хотя бы три таких сделали, ну, здесь можем продолжение сделать. Если мы хотя бы три таких сделали, то мы здесь вот, смотрите, будет яма темноты. Да? Вот сюда придет свет, да? Вы же знаете, здесь темно у нас в кастрюльке. Она без крышки, эта кастрюлька. Значит, она внутрь вот туда вот уходит. Можем, конечно, здесь еще сделать, там, есть этот цилиндрик такой конусообразный, который и был изначально, он еще не распустившийся, да? Вот. Можем, конечно, это сделать, но это уже будет как бы сильное перечисление. Лучше, конечно, здесь сделать темную территорию, да? Такой, как кратерчик, да? Или такую штучку сделать. Но мне больше всего хочется вам вот что сказать, что по краю вот здесь тоже пройдет линия, вот она, линия высунутых язычков, как, знаете, бордюрчик у кастрюльки. Линия высунутых язычков, которая уйдет в перспективу такими прямоугольничками, да? Вот вы, когда вот это сделаете, вы поймете, что у вас оно уже напихано там, так? Вот здесь в темноте ничего особо видно не будет. Дальше. Что нам делать вот с этой поверхностью? Эта поверхность у нас, кстати, она тоже имеет право показывать какие-то территории повернутых листиков. И вот мы тогда с натуры смотрим, да? Какие бы нам захотелось сделать немножко на свету территорий повернутых листиков. Вот они, да? Можем вот здесь сделать такой, отщепенчики начинаются, да? И если это версилия белая, то вот эти вот рубашечки, они кое-где вот так вылезут, да? О! И вот поверьте, если мы будем соблюдать вот эту геометризацию, у нас наша роза будет прекрасная, да? Вставлены, все время вспоминаем цилиндрические дела, вот цилиндр, да? А в него вставлены колючки. Колючка это тоже цилиндр, но он усеченный, как знаете, как египетская пирамида, только более остренькая. И она вставлена тоже цилиндрическим образом в цилиндр большой. То есть вот эти моменты мы тоже обязательно просмотрим и даже падающие, такие маленькие падающие теньки дадим от колючек. Оно будет очень круто, да? Ну, а листья это отдельная история. С листьями будем работать дальше. Кто такой лист? Давайте я сразу лист расскажу вам. Что лист это прежде всего это овал с остренькими концами, да? И этот овал, вот, на череночке, да? Он, конечно же, разделен на две части, как книжечка. Вот эта книжечка будет меньше освещена, а вот эта территория книжечки чуть-чуть больше освещена. И, конечно, здесь есть два придворных таких листика, поменьше. И они у розы прицеплены прямо к черенку. Вот они. Поменьше этот листик. Они должны быть вот. А бывают шести или пяти листники, да? Вот. Ну, в основном трио вот такое. Мы с листьями с вами потом разберемся. Мне очень важно, чтобы мы написали вот эту вот голову. А теперь давайте, я думаю, что наш уже зацепился желатинчик. Мы вот эти с вами вот так будем держать возле себя, а сами с вами пойдем и будем делать подмалевок, который бы соответствовал современному интерьеру. И вот так вот. Спасибо. Мы с вами будем делать подмалевок. И вот так вот. И вот так вот. Продолжение следует...